кибер смит 97 даже если хоть как-то допустить эту червиво кротовую нару точину то по всем прикидкам для сокращения таким образом даже самой короткой дистанции между двумя точками нужно изогнуть вокруг этих червивых точек всю вселенную вообще все и применить для этого всю энергию темную светлую синие зеленую вареную моченую вообще всю энергию всей вселенной всегда делаю дыши они там несут что они там устраивают вот до возмущение удивление вот это вот межгалактической пургой которую современная популяризаторы притаскивают из глубин гнойных англосаксонской псевдонауки юзер rn2 я восемь лет смотрел и восхищался релятивистской наукой от атома до черных дыр тонны материала пересмотрел случайно наткнулся на видео виктора и за полчаса я просто при хренел сколько было нобелек дадина масштаб аферы и скандала просто трудно представить далее челобитная от горечь 2009 я не знаю кто там ответственный но он мешает развитию разумной цивилизации виктор разберитесь телеграммом и банами вы ошибаетесь в общем ситуация такая человека не то что даже человека людей иногда у нас на телеграме банят в форумах банят и так далее естественный процесс чем он связан если вы пишете неоднозначный пост если вы там наносите урон сообщества то ребята могут не выдержать и забанить вы говорите что этот человек наносит урон сообщества понимаете вот этот человек сам создал этот телеграм там выкладывает каждый день наше видео я вообще этого не касаюсь это его площадка вот на своей площадке он делает что угодно если вы создадите свой телеграм-канал и будете и за дня в день там выкладывать наше видео пожалуйста и кто-то вам не понравится своими комментариями невменяемым вы тоже можете удалить вот такая ситуация но это роман я думаю услышал если там есть какой-то шанс на ваше восстановление я думаю он прислушается и если у вас там какой-то действительно невменяемый конфликту тут я помочь не не смогу политика такая если люди делают мы не вмешиваемся давайте жить дружно очень такая неустойчивая часть населения подписчиков новых таких приходящих которые еще не совсем поняли тему сначала начинают топать ногами на каждое свое удивление не какие-то гневные комментарии пишут после изучения ознакомления не приходят себя начинают уже писать что-то нормально понимая что происходит но иногда сопраиваться за модели рующих ребят у нас было вообще были времена когда не модерировалась никакие комментарии под видео и так далее приходили вот эти вот бешеные ребята несли чё попало врали что попало отвечать на потоки вранья недоумков которые не могут отличить состояние и положением для него это одно слово он же пол интернета загадил кандидат наук бешенства бегал по интернету писал гадости потом выяснил что наказывается слова не умеет не различает не умеют слова но бешенство таких людей просто ну приходится банить вводит людей обман нормальная модерация не пишите глупости пишите вменяемые тексты критикуйте утверждение такое-то в части такой-то является несостоятельным по такой-то причине вот ребята вот здесь есть у кого-то критика пожалуйста вот можете предложение критик критичное написать приходите мы обсудим с удовольствием любой человек не согласны тем что мы говорим то что мы делаем неважно в каком направлении физики или политики пожалуйста заходите проговорим точно побеседуем критики мы очень хорошо относимся но нет критики есть слюни эмоции брызги выговорить предложение утверждение такое-то в части такое-то является неведом большинство аборигенов на этой планете не может так устроена наша жизнь вот еще один ю 40 54 подписчики катюшика если вселенная насквозь пронизана полем не дискретная же материя то зачем говорить о пространстве в целом если поле везде и его нельзя убрать получается поле вмещает материю а пустого пространства попросту нету вот у человек в голове что-то когда-то случилось тем что нет пустого пространства ты вам должна что все теперь если мы не можем последний атом с кружки вытащить последние там воздуха на то все что-то происходит там отbol смещается значит пространство нет есть только материя то есть поле вмещает матери а простого постанова по пусту Да это вот вообще не связанная Неважная вещь Есть пустое пространство, нет пустого пространства Когда вы говорите О абсолютно пустом пространстве То даже когда вы это обсуждаете Говорите, что оно не абсолютно пустое Вы признаете факт, что оно есть Вот если нет абсолютно пустого Вот с одним атомом, ну с одним то атомом оно есть Поэтому сядьте такой И смиритесь, успокойтесь Пространство есть Даже если в нем хотя бы один атом остался Вот вы все выкачали всю материю, там остался атом и поле, но пространство есть, и этот атом и это поле находятся в этом пространстве, все просто, это общая физическая информация, вот вы сейчас спорите со справочником по физике, с учебником по физике, это не к нам, это куда-то отдельно там в спорте на эти темы, к материалам, которые мы даем, это отношение не имеет, мы на другой уровень вышли, на других ступеньках находимся, мы объясняем людям более сложные вопросы уже. Рыстар, здравствуйте Виктор, мы с вами знаем, что в центре нашей планеты идеальное равновесие, и то, что наша планета создает свое поле на отталкивание от себя, а гравитация создается благодаря гравитационным силам извне, то есть притяжения к Земле, вопрос следующий, может ли произойти такое, что поля извне других тел на какой-то промежуток времени усилятся, то есть наложатся поля на нашу планету более сильно, и произойдет дестабилизация равновесия в центре планеты, и ядро сдвинется в сторону, возможно теоретически такое, может я неправильно написал, но вкратце, возможно ли сдвиг ядра планеты, говорю это потому, что на Марсе учеными недавно была зафиксирована активизация ядра планеты. Вы говорите про результат взаимодействия, про какой-то частный эффект, вот есть у нас какие-то тела во Вселенной, да, и мы, ну согласно вашей модели, если я правильно понял, мы получили дополнительное воздействие, Вселенная сдвинулась, да, в результате силовая картинка для тела в центре изменилась, и там вы говорите о сдвиге ядра планеты, но это как ситуация смоделированная, фантастическая, в реальности, чтобы заставить вот эти тела выйти из своего положения и куда-то устремиться сместиться, нужны силы, нужно физическое воздействие, а это у нас равномерно заполненный ковер и равномерно заполненный в результате, вот взвесь равномерно, галактики, это звезд планеты, это заполнение в результате силового взаимодействия, вот из-за того, что все тела взаимодействуют друг с другом, массы, да, они расположились в пространстве вот таким вот образом, и имеют среднюю плотность, да, вот, которая выравнивается на макрообъемах, то есть какое-то тело может залететь вот в эту группу тел, да, когда частично изменилась плотность из-за этого пролета, ну, это такая общая реакция, что надо понимать, что когда одно тело проходит, другие тела тоже как-то реагируют, они чуть-чуть на микродолю сдвигаются, это частная плотность как бы изменилась, но общая плотность от этого не меняется, и такая ситуация, чтобы что-то где-то в одном месте сжалось, она невозможна из-за силового фактора. В практической вселенной этого никогда не произойдет, потому что силы, обычные вселенские силы, не позволят этому произойти. Так что такая вот ситуация. Насчет вот этого вот, что когда-то что-то там пролетит, вот, у нас же получается история с тем, что даже если что-то пролетит, силы от него будут, ну, кратно меньше, вот, тем внешнего контура, который воздействует, да, 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 пролететь, во-первых, может что-то мелкое, сопоставимо мелкое по отношению к тем телам, да, к этому массиву. Более того, оно в большинстве случаев, оно просто циркулирует в рамках этого массива, а внешний заброс какой-то среди этого ковра, тоже, ну, это понижается вероятность, и именно для микротела, для каких-то в общих масштабах. И оно один раз зашло, и будет захвачено оно. То есть, если эта ситуация была возможна, она уже случилась. Вер Деревский. Я первое видео смотрю, подвоха не нашел, в связи более низкого познания тем, которые обсуждаются. А вот в этом видео этот оппонент совсем не оппонент. Возникли смутные сомнения, но не верю я, что математик может быть таким нематематическим мыслящим. Вот пример. Человек не верит, что вот эти вот математические взгляды на реальность, которые преподают в большинстве наших российских вузов, человек просто не верит, что это может существовать. Это реальность, ребята, мы в этой реальности живем, мы в эту реальность погрузились много десятилетий назад. Любой ребенок, попавший в математическую школу и в дальнейшем попавший в университет, он проходит через это зомбирование, получает кучу недостоверного, безмозглого, позорного материала и становится вот таким псевдоматематиком. Это наша реальность, то, в чем мы живем. Юзерн Т4. Объясните, пожалуйста, есть базовое поле, и благодаря ему все взаимодействует, и не важно, в какой части вселенной друг от друга. Это взаимодействия прямые или что-то вроде интерференции этого поля. Подписан более 8 лет, ни разу не писал ничего плохого, но ни разу не получил ответ. Да, я понимаю, что это взаимодействие, как вы говорили, мгновенно, но что-то в моей башке не склеивается. Спасибо. Ну, вопрос, прямые или интерференции? Интерференции возникают на вторичных эффектах. Все взаимодействия прямые. Вот возьмем объекты во вселенной. Что будет с этими объектами, если они полем связаны, если мы один сместим, резко возьмем и сместим, все остальные получат силовой ударчик в этой вселенной. Они тоже будут повторять эти действия. Если комплекс объектов во вселенной находится в каком-то гармоничном колебании, вся вселенная, то любой следующий объект силовым образом связан, он будет повторять эти колебания. Это без вариантов. Но сама интерференция здесь не вылазит. Интерференция вылазит на вторичных эффектах. Она не передается на этом самом взаимодействии. Далее. Вот здесь ситуация, как с тропу там дальше будет. Человек вырвало мозг и эхо стучит по его стенкам, черепа изнутри. Комментарий Сергей Селезнев. Стоп! Тело состоит не из материи и является воздействием энергии на материю согласно информации. Материя инертна и стремится к покою. Это ценные указания от Сергея Селезнева. Стоп! Тело состоит не из материи. Тело состоит не из материи. А является воздействием энергии на материю согласно информации. Ну это просто перечисление всего, что человек знал, красивых слов, энергии, информации. И это вот реальность. Почему у нас люди, получавшие образование, не могут иметь обыкновенные, адекватные взгляды? Потому что везде гнойные потоки чего угодно, абсолютного низкого качества, нигде не дают доступному, в самом понятном виде обычную информацию о строении природы. А это вот подарочек. Вот это вот учебник прислали нам наши друзья из Иркутска. Это форум физиков иркутских. Они обсуждали, нашли старый учебник, в котором практически нет никаких новомодных физических искажений, где просто, если кому-то нужен нормальный физический учебник, без искривлений, без фантастик, кротовых нор и так далее, то вот, пожалуйста, старый советский учебник. К нему можно обратиться. Единственное там замечание, что преподается не Ломоносовская, а Ньютоновская версия тяготения. Остальное все ребята просмотрели, грамотно рекомендуют. Учебник. Куванов 42. Мне кажется, нужно стороной обходить бобров, как сумасшедших. Пускай они в кротовых норах летают, а так собрать сообщество и в проектах участвовать. Приложение обходить бобров, как сумасшедших. Просто сумасшедших стороной не обходят, их закрывают в отдельном помещении, где они никому не вредят. Ну, они действительно тут уже везде разогнались. Мы не сможем как-то их обойти, потому что они у нас, во-первых, не маркированные, во-вторых, они статусный труд должности занимают, и с этим реально надо что-то делать. Вот так обскользить, наверное, не получится. Надо с этим работать. Сенсей Лаки. Я заметил, сравнивая со старыми видео, улучшилось качество контента, видео, улучшилась локация записи, ролики стали чаще выходить, вы стали более сдержаны, стали более терпимы к дебилам, ваше сознание стало сильнее. Человек может их дебилами называть, мне нельзя. Такая ситуация. Ваше сознание стало сильнее, и обезьянкам стало сложнее его расстроить, что доказывает данное видео, вы стали как ремень, возможно, что благодаря поддержке общества. Я вроде не маньяк, однако замечу, что забавно было наблюдать за вашими мучениями от безжалостных атак на ваше чистое сознание. Спасибо вам за это видео, я хорошо посмеялся. Жаль, что этому бедолаге оно, наверное, ничем не поможет. Будем надеяться, что поможет другому. Я не перестану удивляться, что ваш собеседник является реальным человеком. Проще поверить в черную дыру. Ну вот, это все разговоры с математиком такой у нас несут отклик. User C16. Доказывать идиотам, что они идиоты, бесполезно. У них дискретность состоит из невидимых виртуальных частиц. Им так доктор сказал. Думать не умеют, зато умеют повторять, что написано предшественниками. Что-то мы ругаемся прямо на всех. Надо поменьше ругаться. Хотя, почему поменьше? Их надо ругать, иначе они вообще не поймут, что происходит. У них все нормально. Вот когда недостаточно крокодила убить, его надо притащить в деревню и станцевать на баскет-джигу. Только тогда аборигенный поймут, да, крокодил мертвый. Собственно, так устроен человек. Добрый день. Ну, может, глупостью, конечно, отвлеку. Но как бы мысль в голову пришла. Ну и популяризация. То есть у нас магазинчик есть. А что, если сделать какой-то календарь? То есть, ну я-то сам не сумею. Вот у вас человек, который на роликах вот эти заставки делает, он там, ну, как-то редактировать может, там, какие-то картинку ставит, вас там еще такие. может редактировать фото, там, видео. Может быть, вот под знаком РЦ, вот у нас есть знак РЦ, НТ. Под этим типажом, вот как это такие, знаете, календаря отрывные, или не отрывные, настенные. Вот три месяца и сверху куда вешается там, там, обычно герб или еще что-то, вот сделать там, вот, логотип разумной цивилизации, а дальше вниз вот эти три календарика. Три, ну, поняли о чем речь. И на каждом там месяце своя какая-то история, там, грубо говоря, вас там с кем-то там, вот вы там с Аватеевой, там, вот, говорите, почему он не прав, там, про неопределяемые понятия, он неопределяемый, вы говорите, неопределяемая глупость, что-то такое, это типа доктор наук наш, потом садим пара Бабакова, который искривляет пространство, там, растягивать ни хрена, то есть, и вот таких на 12 месяцев и календарь, ну, во-первых, мне кажется, как идея, наши все купят сразу, что я бы себе на стену вообще и домой, и на работу бы взял. И, во-вторых, было бы интересно просто как реклама, то есть, вот сейчас люди начнут искать календари 24 года, ноябре, грубо говоря, ноябрь, декабрь, может, октябрь, и им будет вылазить этот вариант, может, просто зайдут в магазин покупать этот календарь, а там уже и книгу обыграть, мозга увидят, там магазинчики, что там еще Сергей готовит, вторую, наверное, что он готовит, ну, вот такая идея, просто я бы, я сам не могу так редактировать, ну, как оформление делать, у меня, ну, просто надо все бросить, сидеть, фотошоп поизучать, я смогу, ну, как бы сейчас нет возможности, вот, кто у вас делает, я почему вам и говорю, что может быть, вот эти заставки, может он смог бы такие набросать, а дальше он у нас Сергей еще в типографии уже заказывал, печатал, но я думаю, там просто другой формат листа, а так просто печать, это можно было бы сделать, ну, и цену какую-то, что думаете, мне кажется, как поле покажет. спасибо, это Виктор Артеменко, я прислал идею, ну, спасибо за идею, если кто-то из наших займется, это реализация этого проекта, ну, замечательно, самостоятельно, ребята, я не вывожу уже ничего, у меня по времени все перекрыто, да я здесь, для этого проекта не нужен, только добро даю деятельность, если можете, ребята, пожалуйста, сделайте, идеи красивые, обсудить в форуме в нашем, на площадках, телеграм-площадках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok